Всем привет! Все меньше и меньше времени остается до посевной. И нам хочется узнать за это время, за оставшееся, все-все секреты по выращиванию овощей наших. Каждый хочет получить хороший урожай. Что нужно для этого сделать? Мы уже начали говорить на эту тему. Я сказала, что есть процедуры, которые улучшают схожесть семян. Мы начали с схожести семян. Это самая первая процедура, которую мы делаем с семенами. Например, если мы замочим семена перед посевами, они взойдут быстрее и дружнее. Я уже рассказывала об этом. О том, что сейчас торговые сети предлагают огромный ассортимент препаратов для замачивания и обработки семян. И каждый может воспользоваться их помощью. Также я обращала ваше внимание, что замачивание в растворе, стимулирующем схожесть, и протравливание семян – это две разные процедуры. Если в первом случае мы просто пробуждаем семя, ускоряя в нем ростовые процессы, то во втором случае, протравливая семена, мы уничтожаем инфекцию и предохраняем будущую рассаду от различных заболеваний. Так в чем лучше замочить семена, чтобы они взошли быстро и дружно? Я называла вам вчера много вариантов, таких как стимуляторы, регуляторы роста. Вот у меня лежат эпин, бутон, энерген, циркон, экопин, эффектон, жидкие органические удобрения, гумат, калия, гумат, натрия, различные агриколы, сухие комплексные удобрения. И в прошлый раз я перечисляла весь список, а сегодня буду рассказывать о каждом препарате отдельно. Вот про эпин сейчас я вам все-все подробно рассказала. Сейчас буду рассказывать про новинку препарат Экопин. Вот видите, Экопин. Экопин на наших прилавках появился совсем недавно. Кто-то, может быть, даже о нем не слышал. Но Экопин можно назвать, вот как я его называю, собратом эпина, потому что у него точно такой же спектр действия. На упаковке написано комплексный биостимулятор роста и развития растений, антистрессант. Читаем дальше на другой стороне. Экопин стимулирует прорастание семян, улучшает качество рассады, ускоряет рост побегов деревьев и кустарников, повышает урожайность, ускоряет созревание и улучшает качество плодов, продлевает цветение и улучшает декоративность цветов. Экопин применяется на всех стадиях роста и развития растений. И вот из этого описания, если вы слушали мою лекцию про эпин, уже понятно, что они почти совершенно одинаковые, что этот Экопин ничем не отличается от эпина. Написано, он также не опасен для пчел, полезных насекомых и рыб, не фитотоксичен, так что для замачивания семян вы можете применить любой из этих препаратов или Эпин, или Экопин, большой разницы нет. По инструкции для предпосевной обработки семян необходимо 2-3 капли препарата развести в 50 мл воды. Вот одна упаковка, в одной упаковке ампула содержит 25 капель. Вот она, она красненькая, зелененькая ампулка такая. Отмерить можно эти 2-3 капельки также с помощью пипетки или шприца. Но шприцом пользоваться проще, потому что это очень маленькие дозировки. Позднее я тоже буду показывать, так же как на Эпине, как я отмеряю капли препарата и готовлю рабочий раствор. Ой, извините, Экопина. Но обычно отмерять капельки приходится лишь в тех случаях, как я уже говорила, когда нужно очень-очень мало раствора. Проще всего развести сразу всю вот эту зелененькую капсулку. Низкая цена препарата позволяет это делать. Я вот вчера купила, и упаковка вот этого Экопина стоит 14 рублей. 25 капель растворяем в 250 миллилитрах воды, это стакан. Использовать необходимый объем, остальное вылить. Вот из сегодняшнего видеоурока основное, что вы должны запомнить, Экопин, это тоже природный стимулятор, так же как Эпин, который можно применять для замачивания семян. Он помогает нам получить быстрые и дружные всходы. Экопин биологический продукт, он абсолютно безвреден для человека и животных. Готовить только по инструкции, передозировка не рекомендуется. Применяется на всех стадиях роста растений. Я думаю, что любой начинающий садовод-огородник сможет применить этот препарат. Он прост в использовании и обладает широким спектром действия. Выбирайте, хоть Эпин, хоть Экопин. Любой из этих стимуляторов поможет вам получить дружные и быстрые всходы. До свидания. С вами была Ольга Чернова. В следующем видеоролике расскажу вам про энерген, сырком, потом бутон и про все-все остальное. Дойдем потом до гумато-калия и гумато-натрия. До свидания. Желаю всем хороших урожайов.